Всем привет! И я иду на занятия по вокалу. Я немного опаздываю, поэтому я не смогу сейчас рассказать вам предысторию, почему я решила ходить на вокал. Это чуть позже. Вокальная школа, в которую я хожу, называется Фасоль. Мне сюда. В этой школе все достаточно приветливые, открытые, и тут даже есть котик. Ай, сейчас ты какой-то холёсенький. В прихожей есть такой милый стенд с фотографиями учеников. Также там можно сделать себе кофе и чай. А вот он кабинет с нужным оборудованием, где мы занимаемся. Есть колонки, микрофоны, синтезатор, компьютеры и так далее. В самом начале урока мы делаем небольшую телесную разминку, потом мы делаем артикуляционные упражнения, читаем скороговорки, а дальше будет распевка и дыхательные упражнения. Если вы вдруг думаете, что читать скороговорки под бит – это легко, то это совсем не так. Вот тут, собственно, вы можете наблюдать дыхательные упражнения. С помощью потока воздуха нам нужно было удержать листик на стене. Самое главное – это правильное дыхание, и тут очень-очень много нюансов. У занятий есть несколько своих приколов. Первый – это то, что не бывает индивидуальных занятий. Бывают только групповые, чтобы мы сразу раскрепостились и научились петь в группе. Также мы поем сразу в микрофон, чтобы привыкнуть и, опять же, избавиться от некоторых зажимов. Сначала я выбрала песню «Пятница» группы «Пицца», но, к сожалению, она не подошла мне по тональности, и потом выбрали песню «Ёлки». С понедельника по пятницу. Различимые два обстоятельства. Различимые два обстоятельства. Я уже дома, и сейчас всё-таки расскажу предысторию, почему и зачем я начала ходить на вокал. Моя жизнь всегда была связана с музыкой, и я не могу прожить без неё ни дня. Когда-то я ходила в музыкальную школу и играла на скрипке, фортепьяно, но это было не очень долго, но всё же было. Все виды спорта, которыми я занималась, также связаны с музыкой, и музыка, она как будто бы вот внутри, и вот её хочется проживать. Я ни дня не могу без музыки, я всегда хожу в наушниках, постоянно, реально постоянно. Только так прерываюсь на работу и на учёбу. Когда-то я решила, что хочу пойти на вокал и научиться петь. Потому что это прикольно для самой себя красиво петь, наслаждаться этим, полюбить больше свой голос и себя, собственно, да, увеличить самооценку, повысить самооценку и так далее. И где-то здесь, я даже вчера вспомнила, когда я писала желания, желания? Сто желаний я, по-моему, писала, или что-то вроде того. Вот, написано, хочу научиться петь. То есть это в желаниях, да, я писала где-то год назад, может быть. Вот, и, собственно, наконец-таки я решила осуществить свою какую-то давнюю мечту, научиться петь. Увидела случайно в ВКонтакте запись о том, что в школе вокала «Фасоль» проходит бесплатный урок, где ты можешь попробовать, собственно, продегустировать, да, то, что будет происходить именно во время обучения в школе. Я пришла, преподаватель Дарья встретила нас очень тепло. Нас было трое, и я единственная, кто остался потом оплачивать обучение. Что было на самом уроке? Преподаватель определила характеристики нашего голоса, и мне даже поставили... Там было три критерия, грубо говоря. Это новичок, мастер и эксперт. И мне поставили мастер. То есть это даже неплохо, я посчитала так в тот момент. Вот, собственно, я сначала согласилась, потом начала пятиться назад, что, типа, обучение стоит 39 тысяч, да, там 24 групповых занятия, отчётный концерт, ну и там ещё всякие мелочёвки. И я так и подумала, а что, ну, куда сейчас пятиться? Почему бы и нет? Я оформила рассрочку, это первая моя рассрочка. Не знаю, хорошо это или плохо, но я вообще была максимально против всяких рассрочек и кредитов, пока, собственно, вот не пошла в вокальную школу. Поэтому я рада сегодня, вот, был именно такой первый урок. Мне подобрали песню, мы спели, и на следующем уроке уже будем подробнее разбирать её по строкам, куплетам, по нотам. Вот, и я рада, потому что это такой вклад в себя, осуществление желаний. Вот. Если вы чего-то хотите, думайте, просто делайте. Вот. И я рада, что вы посмотрели это видео, активничаете в моих социальных сетях, все дела там, да, да, делимся там этим видео, там, что ещё? Лайки, комментарии. Я вас всех люблю, как понимаю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok